Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Wild World Defense. Мы с вами продолжаем здесь прокачивать наш танк, а также покупать разных персонажей, прокачивать их, проходить уровни, зарабатывать деньги, открывать новые земли и веселиться. Мы уже с вами на 43-й волне, где постоянно на нас атакуют солдаты. С каждой волной враг всё сильнее и сильнее. А мы с вами тоже не должны оставать технологически, потому должны всё тут прокачивать, а также зарабатывать деньги. Это уже, ребята, третий ролик по этой игре на канале Воблер. Также у нас есть лагерь, где мы с вами можем зарабатывать деньги, а также прокачивать разные возможности для нашей техники, а также юнитов, которые тут дерутся. Мы можем зарабатывать опыт, деньги. Дело в том, что у меня 13 миллионов здесь золота. И сейчас я получу ещё 5 миллионов, представляете? Теперь 18 миллионов. У меня шахта 9 уровня, где добывается золото. 390 золота за 5 секунд. Здесь оно накапливается и может накопиться 2,5 миллиона. Плюс посмотрел ролик и 5 миллионов получил. Также золото мы можем зарабатывать на карте. Здесь мы воюем, открываем разные бункеры, прокачиваем бункеры, побеждаем боссов, врагов. И здесь тоже золото. Сейчас я могу добыть 710 тысяч, но если я посмотрю ролик, то будет в 2 раза больше. И вот сейчас у меня почти 20 миллионов. Представляете, ребята? 20, а только что было 13. Вот так вот легко здесь зарабатывается золотишко. Ну а третий способ это просто проходить волны. Чем больше волн, тем больше тебе платят. И всё круто, замечательно. Давайте атакуем вперёд. Давайте сделаем, чтобы враги быстрее здесь бежали. В прошлой серии мы с тобой круто прокачали наших персонажей. Но сегодня я хочу попробовать не просто воевать против врагов, а также пробовать разные сборки. Вот, допустим, у нас есть персонажи, которые просто стреляют и вот бегут вперёд. Вот видите, такая подруга побежала внизу. И тут тоже не бегут вперёд с дубинками. Я хочу таких вот подруг с катанами поставить штук 4, чтобы они просто бежали, нападали на врага. Тут вражеский вертолёт! Давайте мы его уничтожим! Так, выбираем сверху ещё. На, полетела граната! Такое замедление, прям как слоу-мо, да? Тут ещё есть разные бусты у персонажей. То есть получается, что каждый персонаж обладает какими-то способностями. Кто-то ближнего боя, кто-то кидает гранаты, кто-то замораживает. Сейчас у нас 46-я волна. Чем больше мы проходим волн, тем сильнее мы можем прокачивать наших персонажей. Потому что без волны не будет лагеря. Без лагеря не будет персонажей. Сейчас вам всё покажу. Мы тут уничтожаем. Пускаем нашу девчонку с катаной, которая бежит. Вот, ребята, у нас лагерь. Здесь у нас максимальная прокачка 59 уровней для юнита. Чтобы открыть 79 для юнита, надо пройти 100 волн. А пока что у нас всего лишь 47. И вот мы можем уже прокачать нашу девчонку с катаной. 200 тысяч, чтобы её натренировать. Тренировка в процессе. А, она ещё тренируется. Раньше можно было просто прокачивать. Тут ещё идёт какое-то время, чтобы её тренировать. Что-то новенькое? Не помню, чтобы такое было. Ладно, давай мы, может, её как-то обратно вернём. Подруга, вернись обратно. Не надо тренироваться. Или вместо этой девчонки с катаной мы можем кого-то купить. Тайфун, это кто такой вообще? Дальность атаки, урон. Отталкивает врагов звуковой волной. Давай посмотрим, что мы ещё за персонажа можем купить. Даша у нас сверху есть. Тайфун, вредитель какой-то. Да что он может вообще? Стреляет по трём противникам одновременно. Интересно. Вот Купер. Что ты можешь? Умешает урон, наносимый транспорту. То есть он как-то защищает транспорт. Рыскатель какой-то. Он просто стреляет. Мясник. Может отправляться на поле боя, чтобы раскромсать врагов на куски. Ну, надо посмотреть, что ещё сюда поставить. О, у нас сверху, ребята, добавилась какая-то новая пушка. Был только пулемётчик 39 уровня. Ещё танковая пушка. Возможно, она круче стреляет. Она покупается только за кристаллы. Нет, доната у нас нету. Что мы внизу можем поставить? Толкатель. Тут у нас всё стоит, в принципе. Можем ещё броню прокачать. Смотрите, прокачиваем, прокачиваем, чтобы была больше броня у нас. Ну, всё. Наша подруга тренируется. Можно как-то её убрать? Ага, мы можем ускорить её тренировку. Скорость атаки будет на 20% больше. Ну, давай мы ускорим. Через 30 секунд наша подруга с катаной выйдет. Давайте мы здесь куда-то вкинем. Так, увеличивает опыт. Увеличивает прочность транспорта. Давайте мы тут прокачаем. Всё-таки транспорт нам понадобится. Одну звезду мы вкинули. У нас есть карта, где тут мы можем открывать разные бункеры. Тут сложно воевать на самом деле. Мы не совсем ещё готовы для этой карты. Но мы сюда сегодня вернёмся. Надо проходить, ребята, эти волны. У нас девчонки, которые атакуют, нету, потому что она тренируется. Она сейчас в школе. Занимается борьбой, тренируется. А после того, как она выйдет, будет на 20% больше наносить урона. Давай мы скорость здесь повысим. 2 икса. Вот, бегут враги. Давай, они уже стреляют сверху. На джетпаках перелетели. Включил Х2 и мы победили. Отлично. Здесь деньги я удваивать не буду, потому что у меня всё равно 18 миллионов. Лагерь, ну давай мы тебя заберём. Она вернулась обратно или нет? Ну, вернись. Ага, она прокачанная уже. Или что? Её надо поставить сюда. Один уровень. Слушай, вот. Теперь 25 уровня была 24. А если ещё раз её улучшить? А, мы можем просто её улучшать. А зачем я её тренироваться? Отправлял Роза. Давай Розу прокачаем, чтобы она была вообще заряженная. У неё будет 6000 хп. Ого, 3 часа она будет тренироваться. Да я не хочу, чтобы ты тренировалась. Вернись обратно. А как её убрать вообще отсюда? Тренировки. 30 минут. Ну ладно, давай мы её дотренируем, чтобы она вообще была бешеная. Посмотрев 7 роликов, я прокачал персонажа. И теперь она вообще будет дикая. 50 уровня. Это просто жесть. Зовут её Роза. Розочка, ну ты вообще крутая. Давай нажимаем в бой. Выпускаем Розу сейчас. Давай мы уменьшим немножко. Роза, покажи на что ты способна. Побежала с мечом внизу. Покажи подписчикам, как ты круто прокачана. Смотри, всех рубит. У неё вообще 6000 хп. Она бессмертна, мне кажется. Рубит, рубит всех. Давай ускоряем всё, чтобы пройти по быстренькому уровень. Розочка вперёд. А представляешь, если такие 4 розы поставить? Мне кажется, вообще будет круто. Она будет всех рубить. У нас сверху есть пулемётчик. Давайте мы его тоже прокачаем, чтобы атака его была больше. Вот он какой. Пулемётчика качаем. Ага, не буду я его отправлять на тренировку. 59 уровня, то есть максимального. Пулемётчик самый топовый. Ну что, поехали. Сейчас надо нам пройти здесь штук 5 волн, потом пойдём на карту, и там уже будет намного тяжелее воевать. Конечно, мы с врагами справляемся очень легко здесь, потому что у нас персонажи круто прокачанные. 50 уровень, мы щёлкаем эти уровни как орешки, даже не применяя никакие бусты. Вот вражеский босс подъехал и развалился. Мы даже на него не посмотрели. Стражи, радар, открылся, снайпер, прожектор. Ну давайте посмотрим, где этот радар, где прожектор в модуле. Центр. А, вот здесь у нас турель открыл. Да тут всё как было, таки есть. Миниган низ. Тоже ничего. У нас транспорт на 50 уровне, но чтобы открыть новый, надо пройти 100 уровней. Не понял, это пройти 100 волн, либо 100 уровней прокачки, чтобы новый открыть. Пока что непонятно, но давайте мы тоже транспорт прокачаем. Пусть будет больше у него хп. Но всё равно много миллионов. Ого! Было почти 20, осталось 9. Ну так себе. А что-то сверху тоже что-то ставится. А, палатка, радар, снайпер. Мы можем башню ставить. Круто. Ну давай пока без башни повоюем, потому что мы и так побеждаем как бы. В лёгкую. Конечно, мы сегодня это всё поставим и испытаем. Но мы и так, ребята, побеждаем. Жёстко. Дело в том, что наша прокачка опережает вражеские силы на несколько поколений. Потому враги даже к нам не могут приблизиться. При том, что у нас уже 8496 хп у нашей тачки крутой машины. То есть мы можем просто вот так вот за секунду проходить эти уровни. Вражеские собаки вообще к нам не приходят. И не доходят. Давайте, враги, атакуйте. Мы даже по вам стрелять не будем. Вот что творит. Воблера прокачка. Дело в том, что я вне ролика прокачал все шахты. Всё попрокачивал. И потому у нас много золота. И таким образом у нас очень сильно прокачанный танк. И мы как читер здесь в игре. Но на самом деле, это разработчики так сделали, что здесь есть 3 варианта добычи золота. Проходя уровни, шахта, а также карта. И вот мне кажется, что карта была лишняя всё-таки. Потому что на карте очень много денег можно заработать. Да ещё я с умом там всё так попрокачивал. Может быть, конечно, обычные игроки не будут так качать персонажей, как я. Потому что я все деньги влаживал в деньги. Чтобы было больше денег, что надо качать? Конечно, деньги. Это же логично. Но я уверен, что это не всем будет так понятно. Давай, валим всех, валим. Ого, враги куда дошли. Давай, беги, Роза. Вали всех мечом своим. Смотри, рубит, рубит и всё. Проходим. Ладно, пошли на карту, на большую. Там повоюем. Там всё-таки будет посложнее. Тут мы можем просто класснуть и забрать полмиллиона. Ну, я забираю. А, надо по всем класснуть. Ладненько. Ну, давай. Пособирал. У нас есть 150 уровень. Вот здесь какие-то маленькие. Соты, по-моему, я как-то не мог пройти. Давай попробуем. Вражеская атака. Давай тут на единички. Пусть будет, чтобы рассмотреть хотя бы врагов. Ого, как они близко подходят. Роза, беги, руби. Вражеская машина едет. Тут, конечно, что-то мы сливаемся. Давай ещё. Мы их немножко заморозили и остановили. Может быть, именно здесь и понадобятся башни. На тех уровнях, конечно, мы вообще побеждаем в лёгкую. Давай, давай, давай. Мы сейчас проиграем. Ну, давай, ещё чуть-чуть. Заморозили. Давай, Роза, беги. Чуть-чуть не хватило. У нас ноль и там ноль. Поражение. А что так-то? Ну, ладно, давай в 80-й хоть уровень пройдём. Уровень 80. У нас уровень 50. Надо немножко машину нашу прокачать. Ей хп не хватает. То есть мы как бы в лёгкую проходим там волны, но здесь мы сливаемся. Давай, давай, давай. Сюда бьём. Роза, беги. Ты беги. Давай вот этих вырубим. Летунов, которые сверху. Давай заморозим машину. Мы должны победить. Ещё чуть-чуть. Ну, вот тут чувствуется, что полегче всё-таки, потому что у них 80-й уровень, а не 100-й. Ну, чтобы забрать эти деньги, надо в любом случае смотреть ролик. Так ты их не заберёшь, только когда они здесь наполнятся. Был 80-й уровень, а теперь 100-й. Тут 60-й. Давай мы быстро всё попроходим, чтобы у нас как бы было пройдено. Делаем Х2, чтобы всё побыстрее. Давай, давай. Вперёд. Вот, босс подъезжает. Так он и развалился. Мы даже босса не увидели. Сотый уровень. Поехали. 140 тысяч. Это непросто. Давай Х2. Пускаем Розу. Пускаем всех. Быстренько, ребята. Ого, врагов. Ничего себе, как они на нас нападают. Держись, машина наша. Роза, беги, руби. Надо всех заморозить, чтобы они не стреляли. Ножичками своими. Давай ещё. Ай-яй-яй. Мы не можем пройти сотый уровень. А почему так? Надо прокачивать машину. Давай мы башни теперь будем ставить. Прожектор. Что делает прожектор? Увеличивает урон защитных юнитов на 10%. Не надо прожектор. Стражи. Так, дальность атаки. Перезарядка способности. Что делает? Увеличивает количество золота за убитых. Зачем мне это золото? Снайпер. О, урон. Вот снайпер, мне кажется, хорошая штука. И радар. Параметры увеличивают урон нападающих юнитов на 10%. Давай просто снайпера поставим. И мы можем даже его прокачать. Чтобы он был крутой прокачанный. Смотри. Ещё дополнительный юнит нам не помешает. Главное, чтобы он не отправился на тренировку. Давай, давай, давай. Ну всё, снайпера денег вложили. Он вообще бешеный. 59-й максимальный, ребята. Это безумие. Снайпер, приди. Башня вот снайперская стоит. Ха-ха, снайперочка поставили. Вообще крутой. Я в шоке. Он бесстрашный. Ну покажи снайпер. Он всех отстреливает. Ну тут легкотня проходить уровни. Мне кажется, может быть, даже уровни я здесь пройду вне ролика. Ну потому что тратить время, как я тут воюю, я не вижу смысла. Когда будет тяжело, тогда уже, да? Видите, как в легкую мы тут справляемся. Вот сейчас снайпера отправить на те карты. Посмотрим, как он там сработает. Молодец. Расправляется. Давайте еще быстро пройдем один уровень. Мне кажется, что за одну минуту можно пройти уровней 10. Или 6. За сколько времени проходится уровень? Ну тут сложнее. Враги даже чуть-чуть доехали. Зенитка какая-то открылась нам даже. Вот видите, то есть мы можем покупать ее. Давай еще. Проходим, проходим. Валим, валим. Флэш битвы. Ого, враги даже сюда добрались. Чувствуется, что уровень стал сложнее. 61 это был. 62. А мы 59 уровня. Уже есть какая-то атака вражеская. Но я еще не применял способности наших персонажей. Вот. Долетели все-таки на джетпаках. Тоже за секунду работали. Мы можем даже дойти до 100 уровня здесь в легкую. Сейчас с вами пойдем на карту. Там повоюем. Там посложнее, мне кажется, будет. Там интересней. Потому что тут в легкую разбираемся. Пошли на карту. Какой уровень мы не могли пройти? 100. Но только здесь надо потихонечку. Надо на единичку поставить. Чтобы я применял. А тут нету этого снайпера. Почему? Так не честно. Они еще закидываются гранатами. Надо спереди его здесь броню прокачивать. Потому что, мне кажется, броня не прокачанная. Видите щит? Он как бы защищает немножко. Наш танк. Ого. Они прям вблизи. Но мы не можем здесь вообще справиться. Ну все. Вы меня разозлили. Честное слово. Так что здесь? Босс. 150 уровень. Выглядит довольно опасно. Так написано. Ну давай посмотрим, что тут за босс будет. На единичке. Тут уже какие-то пески. 300 тысяч? Ну да. Ничего себе. Давай Х2 делаем. Пока что мы справляемся. Давай, Роза. Беги, руби всех мечом. Роза прокачанная. Ого. Они подходят. В шлемах. Давай, давай. Применяем все возможные способы для того, чтобы... Эй, робот пришел! Давай на единичку. Вот, робот. Там еще спереди полетели эти штучки. Внизу. Роботы из Boston Dynamics. Споты бегут. Валим, валим, валим. Враги вообще близко подошли. У нас все заряжается. Давай мы тут что-то заморозим, что ли. Ого. Они прямо наверх лезут. Что за прикол? Ребята. Вы посмотрите. Давай, Роза, руби вблизи всех. Розочка хорошая. А можно еще розочку купить? Я бы этого чувака, который стреляет, убрал, а розу поставил бы. Пусть бы бегала и воевала вблизи там. Робот нас завалил. Поражение. Вот зараза этот робот, да? Давай попробуем вот этого чувака убрать. И вместо него что-то другое купить. Вот новая башня такая. Зенитка. То есть сюда зенитка против воздуха. Но она только здесь работает. А нам же надо там на карте. То есть там на карте ничего не работает. Давай вот этот щит прокачаем. Смотрим. Прочно щита увеличим. У нас уже закончились все деньги. Ого, было 20 миллионов. Я радовался. Говорил, что я тут вообще читер. Много денег. Оказывается, я бомж. Так у нас денег нету даже персонажа купить и прокачать. Ха-ха-ха. Так, давай посмотрим. Карта. Мы можем получить сейчас миллион двести. Тут мы деньги заработали. Пойдемте в лагерь посмотрим. Тут у нас сто сорок три тысячи умножаем на два. Короче, триста тысяч почти будет. У нас есть один миллион шестьсот тысяч. Я хочу сюда купить подругу, которая будет быстро бегать. Такую же. Еще одну розочку. Либо мясника, либо розочку. Пока что не знаю. Вроде бы розочка есть. Она хороша. Техник. Вызывает торнадо в выбранной области. Скорость таки. Средние наземные цели. А только по наземным. Мои же воздушные цели, которые прилетают там. У нас получается роза всего лишь одна. Я не могу еще купить розу. Мясник может отправляться на поле боя, чтобы раскромцать врага на куски. Давай его купим. Поставим сюда. И попробуем прокачать. Посмотрим, как он будет рубить. Вот у нашей розочки здоровье шесть тысяч, урон тысячу триста. Ну, если так округлить у него. Ну, слабый он. Давай мы в него вкинем все деньги, которые у нас есть. Ай, в лагерь. Ну, давай пойди в лагерь. Прокачал мясника до двадцать пятого уровня. То есть, в принципе, нормально. В лагере потренировался. Давай еще чуть-чуть тут его потренируем. Тоже он будет атаковать. Как раз у него будет урон в районе тысячи. Я думаю, что они с розочкой вдвоем смогут разобраться. Давайте посмотрим, как они здесь будут рубить. А, он ножи кидает. То есть, он бьет и по наземным целям. Смотри, побежали. Они с розочкой вдвоем. Валите! Нормально. Там сражаются вблизи. Все, мясник отвоевал. И дальше стоит на платформе. Кидает ножи свои. Нормально. Давай, мясник. Вперед с розой. Пусть воюет. Драка пошла. Драка, драка. Давай. Отлично, разобрались. Огнемет нам доступен какой-то. Можем его ставить. Но давайте мы сейчас немножко прокачаем наш транспорт, чтобы завалить того робота. Вот что мы можем прокачать? Все, денег нет у нас. Все, что можно качнуть, мы качнули. А что там сверху? Еще можем кого-то купить. Открылся слот. Я не готов пока что сейчас купить, потому что там надо выбирать. Долго персонажа читать. Что каждый себя представляет, потому что самых основных мы вроде бы взяли. Давай попробуем пройти два этих уровня. Посмотрим, что же они себя представляют. А, там еще был тоже робот. Так, вызываем. Вперед побежали. Снова кидаются. Я же тут броню вроде бы прокачал спереди. Там внизу наши воюют. Получается, мясник с розочкой стояли на втором этаже. И к ним переместился чувак. С арбалета. Ого, как-то их многовато. Они прям вблизь подъехали к нам. Что мы никак не можем победить здесь? Что они такие крутые? Ребята, вперед. Мясника сразу вырубили. У него мало хп. Видите? Он сразу умер. Да е-мое, да что такое? Почему я не могу победить никого? Я буду здесь воевать. Потому что здесь, по крайней мере, я побеждаю. Ну что ж, дорогие друзья. Я думаю, что на этом эпическом моменте мы завершим прохождение этой игры в этом ролике. А дальше мы продолжим. Я думаю, что я заработаю миллионов 20 или 30, чтобы было за что покупать новых персонажей и за что их прокачивать. И тогда мы уже покажем на карте, на что мы способны. А пока что мы можем отлично воевать только здесь. Ну а с тобой был Воблер. Оставайся на канале. Смотри другие ролики. Не забывай подписываться. Жать колокольчик. Там все уведомления. Оставить комментарии. В какую игру ты играешь. И, короче, как ты ждешь вообще Новый год. Скоро увидимся. Пока.